здравствуйте хорошие люди утро на работе работа лежит горами кучами вот так приходят к нам цветы магазин это вторая сторона здесь уже все приготовлено для работы и я уже начала свою работу или свое задание со мной у нас начало рабочего дня раннее утро еще все так как оставалось вечером витрины не оформлены букеты или вазы наполовину полные наполовину в проданные уже пустые вот эти розы поступили вчера но они такие же свежие и такие же закрытые как и вчера так и сегодня но тут красивые розочки вот так выглядит наш магазин каждое утро когда мы приходим на работу чистенько приятно посмотреть это уже сегодняшнее поступление роза в горшках надо распечатывать сейчас мы выйдем на улицу после вчерашнего дождя снова улыбается солнышко и все забито смешанной посадкой сейчас это стало модным и мы получаем уже в готовом виде это все раньше мы делали это все сами вот прекрасные цветочки замечательные фоксии сиреневых юбочках и белых кофточка как-то так тихая солнечное утро я в магазине нахожусь пока одна моя заведующая поехала на кладбище увезла такую чашку шали вазу которую я уже посадила цветами а я продолжаю работать таким образом я делаю предпродажа продажную обработку цветов вот этим инструментом я убираю шипы и лишние листья с розы вот но вам это делать дома не нужно потому что этот инструмент царапает стенки стивилька это не всегда хорошо сегодня я хочу показать вам как вы должны обработать розу когда вы ее купили во первых вот вы купили розу она вот в таком виде вся лохматая вся в шипах берете острый нож и связайте шипы и лишние листья где-то на одну треть или на половину мне пришлось прерваться прошу прощения вот она роза купленная вашим вами магазине я ее очистил до середины срезала все шипы и все лишние листья и теперь я беру нож но что чтобы быть очень острый и срезаю под углом 45 градусов стволик видите такой косой косой срез под углом 45 градусов это очень важно для розы берите всегда теплую воду не горячую и не холодную роза не любит холодной воды вот так правильно держать мясо или нож и вот так срезать под углом 45 градусов этим вы увеличиваете площадь поверхности забора воды роза получает больше воды чем просто срезать ее обыкновенно ножницами как это делают садоводы ни в коем случае не срезайте розы садовыми ножницами потому что садовые ножницы сминают волокна розы и не дают там закрываются уже ну капилляры скажу которые поставляют в воду к самой розе вот это так если ваша роза уже вся раскрытая не ждите что она у вас будет долго стоять она должна быть еще вот в таком бутоне вот здесь проверьте она твердая как яйцо если она мягкая роза то не ждите от нее что она у вас долго простоит она уже распустилась сейчас я найду такую розу для вас и покажу я нашла для вас вот такую прекрасную красную розу но попробуйте ее нажать в этом месте она пустая внутри она простоит два от силы три дня может пять но и все а вот такая роза которую я вам уже показала которая еще в бутоне она простоит неделю и больше десяти дней это так вот это то что у меня спрашивали как сохранить розы лучше не покупайте вот такие открытые розы смотрите чтобы ваши розы были бутонах здесь тоже это уже открытое а вот это вот они видите они еще будут распускаться вот такие распущенные розы которые уже распустились я вам сейчас показала их мы используем для изготовления венков для траурных случаев или на похороны вот используем букеты которые уносят на кладбище но мы не продаем их букетах на день рождения и на другие случаи торжественные там где хочется чтобы человек порадовался подольше вот ну вот это то что касается роз нужно продолжать работать не обращайте внимание на то что розы не очень свежие эти розы куплены специально для того чтобы делать из них венки на похороны поэтому качество продукции хуже чем те цветы которые продаются для букетов сейчас я вам покажу те которые для букетов вот такая красота они ждут в своей очереди и я буду над ними работать так же как и над этими часто поступают вопросы сколько цветов остается у нас на следующий день или сколько мы выбрасываем ну мы почти ничего не выбрасываем вот здесь осталось 268 розочек и сейчас я буду делать эту вазу на продажу заново и покажу вам для продажи подбираются по тону и берется материал дополнительный который подходит к этому тону вот здесь у меня такая замечательная оранжевая роза и я беру к ней и добавляю розы со вчерашнего дня и так я буду складывать свой букет но как я складываю свой букет стебли не должны идти параллельно каждая роза ложится наискосок каждая новая наискосок и каждый цветок следующий укладывается наискосок вот таким образом только каким образом можно добиться красивой формы два руки будет пышным и красивым сейчас я его соберу и покажу вам ну а пышным да ну а да Продолжение следует... 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 лакс они появились в последнее время раньше были оранжевые и желтые но это тоже очень очень красиво сейчас я вам покажу еще одну Сюзанну а вот еще одна Сюзанна светло-сиреневая с бордовым глазом можно так сказать я видела Сюзанну на канарских островах на Тенерифе в свободном полете скажу на улице но без глаза она была голубая и очень крупная цветы были крупнее чем здесь ну и климатом конечно другой вот как-то так вот такие цветочки мы еще продаем хотя уже все люди конечно в это время запаслись красивыми цветами вот тут у нас диплодейнья ну и то что я вам уже показывала утречком георгенчики клубневая бегония космея рудбекия и смешанная посадка вот вам тысячелестник розового цвета я вам уже показывала желтый а этот вот такой ярко розовый красота вот этот цветок называется митхен ауга или девичьи глазки а вот это лаванда замечательная лаванда у нас есть немножко роза которые отломились есть отростки которые мы сами отламываем когда они мешают они должны попасть в воду и из этих коротких цветочков мы обычно делаем маленькие гештеки и продаем вместо букетов люди решаются сейчас я покажу у нас там стоит пару штук вот такие коротенькие гештеки мы изготавливаем можно прямо сразу со стеклянной вазы можно прийти со своей мы вам сделаем или вот такой красивый тоже букетик ну вот это тоже моя работа по вторникам терпеть не могу садить корзинки в летнее время мое любимое время это зима весна и осень ну вот классика жанра роза лаванда шварцоги без узанна или черноглазая сезону не без ними зелда что-то в этом роде эльфенбайн и стас в них тимизе жара все цветает все нужно чистить чтобы все выглядело хорошо 5 классика роза и лаванда лаванги подходят и ракушки красота все растворилось субтитры создавал DimaTorzok и и и и и и и